Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается лекция по дисциплине электроэнергетика. Лекция на тему – это общие понятия в электроэнергетических системах и электрических сетях. Электроэнергетические системы как совокупные взаимосвязанных элементов, предназначенные для производства, преобразования, передачи и распределения потребления электрической энергии. Технические и экономические преимущества энергосистем. Назначение электрических сетей и характерные их особенности. Классификация электрических сетей и требования предъявляемых электрическим сетям. Принципы работы и конструктивное исполнение основных элементов электроэнергетической системы. Это воздушные линии, электропередача, область применения, условия работы, провода воздушных линий, опоры, линейная арматура, основные типы изолятора. Краткие сведения об эксплуатации воздушных линий. Кабельные линии, способы правоплотки кабелей, соединение и оконцевание кабелей. Краткие сведения об эксплуатации кабельных линий. Перечень вопросов – это общие понятия о полиэнергетических системах, электрических сетях, электроэнергетические системы как совокупность взаимосвязанных элементов, предназначенных для производства, преобразования, передачи и распределения потребления электрической энергии, технические и экономические преимущества. Энергосистем, назначение электрических сетей и их характерные особенности классификации электрических сетей, требования, приобретенные к электрическим сетям, принципы работы и конструктивное исполнение основных элементов электроэнергетической системы, воздушные линии электропередачи, область применения, условия работы, провода воздушных линий, опоры, линейная арматура, основные типы изоляторов, краткие сведения об эксплуатации воздушных линий, кабельные линии, способы прокладки кабелей, соединения, концевания кабелей, Краткие сведения об эксплуатации каменных линий. Начнем с определения. Энергетическая система и энергосистема – это совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных обществе режимов в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом. Электрическая часть энергосистемы – это совокупность электроустановок, электрических станций и электрических сетей энергосистемы. Электроэнергетическая система – это электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии. Электрическая сеть – это совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередач, работающих на определенной территории. Постанция это установка, которая служит для трансформации и преобразования электрической энергии. То есть на слайде представлена подстанция, которая производит трансформацию энергии со 110 до 6 киловольт. То есть у нас стоит трехобмоточный трансформатор, то есть трансформатор 110-35 на 6 киловольт. Постанции чаще всего служат трансформаторы и распределительные устройства. Постанции с высшим напряжением 6-10 киловольт. Сокращенно обозначается ТП, то есть трансформаторные подстанции находятся во дворах домов и так далее. Постанции с высшим напряжением 35 кВт и выше обозначается сокращенно ПС, то есть подстанции. Электроустановка предназначена только для распределения энергии, не содержащая трансформаторов. называется распределительным пунктом. Линия электропередачи служит для передачи электрической энергии на расстояние. То есть здесь показаны различные линии электропередачи, то есть в зависимости от напряжения различные виды опор используется, число изоляторов и так далее различного устройства. То есть есть с грозозащитными тросами, есть без грозозащитных тросов и так далее, есть швезобетоны, есть металлические опоры. Далее про воздушные линии и дальше будет рассмотрено более подробно. Линии электропередачи бывают воздушными и кабельными. Воздушная линия ВЛ в качестве основной изоляции использует воздух. Существует ВЛ с изолированными проводами до 1000 вольт и до 10 кВт. Само обозначение у нас получается. Так записывается АЭС 120-19-32. АЭС это марка провода, алюминий, сталь. Сердечник выполнен из стали, внешняя часть выполнена из алюминия с течением 120 мм. И внизу написана длина этого провода, то есть 19,32 км. Кабельная линия электропередачи КАЭЛ обозначается. В качестве основной изоляции используют твердую, жидкую или газообразную изоляцию. Существуют кабельные линии напряженные до 1000 вольт и до 500 кВт. То есть они также обозначаются. Сверху записывается марка кабеля в числителе, в знаменателе записывается длина кабеля. Трансформатор. Это электрическая машина, предназначена для трансформации электрической энергии. В нем электрическая энергия одного напряжения и тока преобразуется в электрическую энергию других напряжений и тока. Трансформаторы подразделяются на силовые, измерительные, измерительные трансформаторы подразделяются на трансформаторы тока и напряжения, то есть про силовые и измерительные трансформаторы более подробно было рассмотрено в предыдущей лекции, то есть здесь вот представлен силовой трансформатор 500-110 кВ, то есть соответственно, еще раз повторюсь, он трехфазный, да, соответственно, фазы напряжения 500 кВ представлены вот этими большими изоляторами, да, соответственно, каждая фаза имеет свой цвету и желтый зеленый красный то есть низкого напряжения да то есть имеет тоже свою свои загадки а с арматор обозначается вот эти два кольца соединенных вместе то есть дальше у нас идет автотрансформатор автотрансформатор отличается от силового трансформатора то что силовом трансформаторе соединения вот так является магнитная до магнитная связь между обмотками авто трансформаторе данная связь электрическая здесь приведем трансформатор на 500 киловольт соответственно тут марки и беги то есть у них приведены пожарные трубы и тут уже охлаждение идет принудительная принудительной циркуляции воздуха то есть стоят вентиляторы которые ослаждают радиаторы сверху нас расширительный бак который служит для ярко на масло нагревается чтобы отводить излишки масла то есть трансформаторы напряжения служат для измерения высоких напряжений их первичная обмотка подключается к высокому напряжению номинальное напряжение вторичные мотки 100 вольт здесь представлены трансформаторы напряжения на 500 киловольт они обозначаются данным способом то есть соответственно это рублюшках обозначение это соединение обмоток то есть звезда звезда 3 в данном случае трансформаторы тока служат для измерения больших токов высокого напряжения номинальные токи первичной нагрузки выбирают соответствии с токовыми грузками номинальный ток вторичной обмотки 5 ампер то есть вот они представлены слайд дальше распределенным устройством называется электроустановка которая служит для приема и распределения электрической энергии между потребителями распределенное устройство включает себя секции шин выключатели разъединители воспределенном устройстве устанавливается трансформаторы напряжения трансформаторы тока устройства для ограничения перенапряжения то есть есть представлена секция шин 110 киловольт это открытое распределенное устройство то есть то есть все что находится под открытым воздухом здесь представлено открытое распредустройство 500 кВт. Тут с правой стороны показаны разъединители с различными приводами и, соответственно, обратите внимание, что каждая фаза обозначена своим цветом, чтобы не путаться этой желтой, красной, зеленой. Везде на постанции все полностью обозначено. Здесь представлено закрытое распределительное устройство на 6 кВт. То есть расположены ячейки, то есть комплектное распределительное устройство, да, то есть подписаны фидер 25, фидер 24, ТП, РП, вот. То есть получается фидер 25 и 24, это у нас потребители подключены, ТП, РП это вот, то есть это водная ячейка. Еще раз повторюсь, ячейка в рабочем состоянии вы ее никогда не откроете, то есть чтобы защита там установлена, то есть чтобы открыть ячейку и обслужить выключатель, вам нужно обязательно отключить питание ячейки, после этого вы только сможете открыть шкаф. Дальше основной аппарат это выключатель, предназначен для разрыва цепи тока нагрузки или тока короткого замыкания, то есть он в любых режимах работы работает, то есть здесь представлен масляный выключатель МКП 110 кВт, то есть показано три бака, то есть трехфазный выключатель, то есть сверху у нас привод подключен, да, вот этот штангер, который полностью отключает все три фазы выключателя, то есть здесь у нас показано выключатель S35, то есть то же самое на 35 кВт, масляный выключатель, вот снизу даже и на подтеке масла, то есть масло там сливается, то есть когда оно приходит в зависимости от количества срабатывания, да, масло не заменяется. Разменители, это электрический аппарат, предназначенный для видимого разрыва электрической цепи, то есть вот здесь у нас показано разменители, да, более подробно это было в предыдущей лекции рассмотрено, да, то есть соответственно, что у нас тут. В данном случае разменители на 500 кВт, то есть здесь они что и делают? Разомкнуты, то есть создают видимый разрыв. Здесь вот уже на данном слайде эти разменители замкнуты, то есть здесь вот другого типа, то есть поворотного типа разъединителей, то есть они тоже на 500 кВт, там у нас была штанга целая, а здесь на две части разделена. То есть и там как бы рубящего типа было, здесь поворотного типа разъединителей, то есть в зависимости от того, какой вид. И ячейки ZRU, выкатными выключателями, то есть если внимательно присмотреться, вот снизу видно, да, то есть там есть салазки, по которым выключатель выкатывается, то есть вот на вот этот вот коврик, да, соответственно, который защитный, то есть соответственно, там производится обслуживание. Еще раз повторюсь, можно выкатить на коврик выключатель только в выключенном состоянии, то есть в открытом состоянии, в включенном состоянии ячейку никто не даст, не включится, не даст открыть шкаф. То есть следующий аппарат, который у нас применяется на постанации, да, который мы еще как бы не смотрели, это разрядник, это электрический аппарат, предназначенный для защиты перед напряжением, то есть перенапряжение, это появление в электрической сети напряжения выше номинального, то есть и сейчас на смену разрядникам приходит следующий аппарат, это ОПН, нелинейный ограничитель перед напряжением, это электрический аппарат без искрового промежутка, предназначенный для защиты от перенапряжения. Данный аппарат, разрядник или ОПН, в основном устанавливается перед силовым трансформатом, то есть принцип его работы какой, когда скапливается напряжение в сети, да, у него есть искровой промежуток, и он соединен с землей, то есть когда напряжение, перенапряжение, перенапряжение становится выше напряжения разрядника, то есть он остатки, излишки этого напряжения отводит землю. То есть потом уже в принципу работает ОПН, то есть сейчас все разрядники заменяют на ограничители перенапряжения, то есть вот на слайде представлено ОПН, то есть здесь однофазные, они однофазные на 500 кВт, то есть здесь представлены уже тоже однофазные ОПН, то есть на напряжение только 110 кВт. То есть и теперь рассмотрим, то есть у нас в зависимости от категории электроприемников должны обеспечиваться питанием от двух до двух, трех или одного источника питания, то есть в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории. Это первые, это электроприемники первой категории, то есть электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб расстройства сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства и объекта связи телевидения. То есть первая категория, самое главное. Вторая категория, это электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводят к массовому недоопуску продукции, массовому простоям рабочих механизмов и промышленного транспорта, нарушение нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. И последняя категория, это электроприемники, третья категория, все остальные электроприемники, не подпадающие под определение первой и второй категории. То есть теперь про источники питания. Электроприемники первой категории должны обеспечиваться двумя независимыми источниками питания, от двух независимых источников питания. Вторая категория, рекомендуется запитываться от двух источников питания. Первая категория от одного источника питания. Плюс к первой категории выделяется специальная категория. Там должен присутствовать еще третий источник питания, то есть дизель-генератор или аккумуляторный батарей. К данным относятся это от больницы, то есть там, где аппараты жизнеобеспечения, там должен содержаться третий источник питания. Перерыв в электроснабжении первой категории допускается на время включения резервов. Перерыв в электроснабжении третьей категории допускается до 24 часов. релейная защита предназначена для выявления индикации отключения аварии в электроэнергетической системе релейная защита само обозначение и у них есть два основных органа это автоматическое повторное включение автоматическое включение резерва то есть дальше мы более детально рассмотрим по релейной защите дальше следующее воздушные кабельные линии электропередачи то есть линия электропередачи является компонентом электрической сети и представляет собой систему проводов или кабелей предназначены для передачи электрической энергии от источников потребителям посредством электрического тока то есть здесь представлены линии электропередачи восточные на то есть с левой стороны то есть на опора подвешены то есть там у нас воздушные линии там провода у нас без изоляции и каменные линии то есть они могут быть проложены как земле так и в воде так поверхности так и на опорах основные элементы воздушной линии основными элементами воздушной линии являются то есть провода это первое до для передачи электроэнергии второе это изоляторы то есть изоляторы изолируют провода от опоры то есть если у нас провода металлические да то опора у нас тоже металлическая то изоляторы они изолируют провода от опоры также у нас есть линейная арматура для закрепления проводов на изолятор шестое сами опоры то есть они поддерживают провода на определенной высоте над уровнем земли или воды 4 это троса стойка 5 это травесы опоры 7 это фундаменты то есть дополнительными элементами могут быть грозозащитные тросы заземления и разрядники то есть сверху обычной линии до обычно если это пора большого напряжения то сверху расположен грозозащитный трос вот где цифра 3 то есть выше всех проводов то есть если молния ударяет молния ударяет самую высокую точку то есть соответственно трос собирает всю эту молнию провода и грузозащитный трос материалы проводов то есть свойства материал проводов они должны обладать высокой электрической проводимостью и механической с прочностью то есть высокой электрической проводимости у нас обладает медь бронза алюминий сталь и механической прочностью обладает стойкость к атмосферным воздействием к разем и стойкость это медь и бронза то есть самые лучшие провода до в советском союзе были генды провода но они ими недостаток виде большой стоимости то есть алюминий он хорошо проводит электрическую энергию да но у него есть другое плохое свойство он хрупкий то есть поэтому решили провода марки аэс то есть разные провода марки аэс то есть асо асу и так далее просто с то есть что это означает то есть провод допустим а я 120 19 то есть соответственно сечение стали то есть внутри сердечника стали сделан вокруг обмотаны провода алюминия то есть сердечник и стали для прочности провода вокруг обмотан алюминий то есть получается сечение провода 120 сечение стали 19 то есть аэс означает алюминий сталь то есть асо это алюминий сталь облегченной конструкции то есть соответственно что это облегченная конструкция за счет маленького за счет меньшего сечения сердечника то есть сечение стали то есть и усиленная конструкция если это асу это наоборот то есть за счет увеличен увеличенного сечения сердечника провода и материалы проводов сравнение материалов то есть уметь и плюсы это хорошая проводимость большая механическая прочность и коррозионной стойкость ну и минусы это дорог дорога дорогая и дефицитная ну то есть еще у нас на подается на бородству то есть сталь плюс это высокая механическая прочность ниже по проводимости особенно вследствие влияние поверхностного эффекта то есть сталь обладает маленьким маленькой проводимостью тут зато им обладает высокой механической хорошо прочностью алюминий это большая проводимость вест лёгкость и распространение распространенность природе и недостаток алюминия хотел уже говорил выше это относительно малая механическая прочность и соответственно конструкции проводов зависимости от применяемых материалов это монометаллические биметаллические и комбинированные то есть то есть монометаллические это изготавливается из одного материала то есть это у нас медные провода допустим биметаллические изготавливается из провок состоящих из несколько материалов и изготавливается из двух и более материалов комбинированные то есть провода это а.с. марки и конструкции проводов и тросов . очификации проводов и тросов по конструкции есть у нас однополочные но это обычно не маленького сечения то есть многопровочные это полы и провода и нормальный то есть вот с правой стороны обычный вид проводов то есть как на сердечник и вокруг алюминиевые провода приложены соответственно в нормальные многопровод이랑 провода с одной центральной же центральной нейтральными проводами да и провога мечталêtre не трони то есть центральных то есть получается вот у нас dais одной центральной пурогой то есть да и зависимость то есть это всё идет зависимость от течения чем больше сечения тем сложнее конструкция провода так и к особенности скрутки нормальных многопровочных проводов, то есть разрывное усилие многопроводного монолитарического провода, то есть соответственно это высота подъема винтовой линии, угол подъема винтовой линии, угол скрутки диаметра, окружности проведенный через одну проволоку. Здесь имеется величина, этот разрывное усилие одной проволоки принимается и так далее. Следующий важный вид помимо проводов у нас являются это изолятор и арматура. То есть типы изоляторов и их характеристики. Изоляционные материалы это фарфор, стекло и полимерный. То есть сейчас все изоляторы меняют на полимерные и раньше применялись фарфор и стекло. И соответственно, типы изоляторов и их фарфористики. Это штыревые изоляторы. То есть на напряжение до 10 кВль штыревые изоляторы изготавливают одно элементами. То есть наиболее простая конструкция и форма. То есть один изолятор до 10 кВт. На напряжение 20-35 кВт. Теревые изоляторы изготавливают из нескольких расстрелянных элементов. То есть уже тут получается набирают гирлянды. Ну гирлянды это сильно сказано из двух элементов. Следующий у нас идет. Подвесные изоляторы. Тут применяются фарфоровые изоляторы. То есть подвесные изоляторы состоят из фарфоровой или стеклянной изоляционной изолирующей части и металлических деталей шапок и стержней. Соединяем их с изолирующими элементами посредством цементной связки. То есть вот эти всякие изоляторы. И соответственно типы изоляторов и их характеристик. То есть есть у нас полимерный изолятор. Это первое поколение. Клеены шашлычные конструкции с кремниоорганической защитной оболочкой. Второе поколение это дальше. Это цельнолитой с кремниоорганической оболочкой и клеевой герметизацией узла сопряжения концевателя защитной оболочкой. И третье поколение это у нас цельнолитой с кремниоорганической оболочкой и дополнительной защитой от проникновения влаги узла сопряжения концевательно-защитной оболочкой. То есть смотрите градацию полимерных изоляторов. То есть третье поколение сам цельнолитой изолятор, который полностью все функции выполняет. То есть в зависимости от того, как производство растет, так, соответственно, уже и сами изоляторы. Сравнение свойств изоляторов. То есть это фарфор и полимеры тут. То есть характеристика материала. То есть механическая прочность задается неизменный весь срок эксплуатации. Это фарфор. Механическая прочность уменьшается при повышенных температурах и заставлением полимера. То есть здесь уже минус плюс в сторону фарфора. Следующее это полная устойчивость ко всем химическим агрессивным выбросам промышленных предприятий этого фарфора. И полимеры неустойчивы к выбросам, практически всех металлургических химических производств фарфор вот они проницаемость нулевая полимер материал водонепроницаем при разгерметизации фарфор негорючий материал полимер пожароопасный материал то есть вот преимущество недостатки фарфора и полимера механические свойства у фарфора не имея деформации момент приложения сгибающего усилия у полимера величина прогиба момент приложения сгибающего себя нормируется то есть при появлении незначительных повреждений называют нарушаются электрические характеристики механическая прочность у фарфора практически не зависит от температуры эксплуатации изолятора у полимера механическая прочность уменьшается при повышенных температурах из-за старения полимерных материалов следующие электрические свойства электрические свойства изолятора остаются неизменны у фарфора у полимера электрическая прочность неизменно уменьшается из-за старения полимерных материалов следующая пробой изолятора невозможен за высокий теоретический свой фарфора при поле поле у полимера при разгерметизации изолятора возможен пробой как по внутренней поверхности трубы изолятора так и поводушному промежутку полости трубы и эксплуатационные свойства у фарфора большая масса у полимера низкий вес у фарфора самый главный недостаток это крупкость возможность боя изолятора при транспортировке у полимера это преимущество возможны повреждения защитной оболочки острые предметы при эксплуатации при упаковке и транспортировании и последний у фарфора применение технологии горячего оцинкования обеспечивает срок службы оконцевателей арматуры в течение срока службы изолятора у полимера на оконцевателях некоторых изоляторов несмотря на наличие цинкового покрытия через пять-десять лет появляя следы ржавчины и следующее это у нас линейная арматура то есть виды арматуры с помощью чего изолятор крепится к телу пор то есть это зашины цепная арматура защитная арматура соединительная арматура и распорки то есть линейная арматура это сцепная арматура то есть это поддерживающие гирлянды изоляторов закручивается на крае пытаюсь и побережью точность опоры при помощи сергей 1 и соответственно дальше происходит соединение то есть или один соединяется дальше с изоляторами соответственно провод подвешивается это имеется ввиду именно на промежуточной опоре. Дальше овальные соединения, то есть обжатие соединения метан скручивания и прессуемые соединения, то есть в зависимости от того какой вид соединения используется, в зависимости от этого применяется другая арматура. То есть у нас следующая линейная арматура это распорка 1 фиксирует провода расщепленной фазы относительно друг друга. Распорки обеспечивают требования расстояния между проводами. То есть я уже говорил выше, то есть в зависимости от напряжения у нас имеется различное расстояние между фазными проводами. Соответственно еще каждая фаза может быть расщеплена, то есть разделена на некоторое количество проводов. То есть соответственно у нас на поре может быть не только 3 провода висеть, может и 6 и 9 висеть. Если у нас висит 6 проводов, то у У нас каждая фаза еще расщеплена по два провода. То есть два провода к одной фазе, два провода к другой. И, соответственно, также может быть девять проводов. Соответственно, каждая фаза у нас еще расщеплена на три провода. То есть, соответственно, такое соединение делается, если у вас большая мощность и просто нет смысла провода большого сечения, просто она не подходит или вам это не нужно. То есть, соответственно, с помощью этого, плюс ко всему еще сверху этих проводов расположен гроза защитный трос дальше у нас в линейной арматуры этот затяживающие зажимы поддерживающие натяжные то есть у нас арматура делится то есть как опоры делятся на промежуточные анкерные то есть на промежуточных опорах только подвешивается провод и он как бы держится на нем удерживать а натяжные это банки рунка пор производится натяжка провода и соответственно дальше у нас поддерживающие зажима это есть у нас делятся на глухие зажимы то есть нажимные болты 1 через плашку 2 прижимает провод корпуса зажима 3 удерживает его на месте при одностороннем тяжении то есть вот эти самые зажимы следующий вид зажимов это нас выпадающий то есть выпускающие зажимы то есть зажимы с ограниченной прочностью заделки много роликовые подвесы то есть зависимости от того тут разные виды зажимов определяется зависимости от опоры зависимости от напряжения зависимости от применяемого провода расщепленная фаза или нет и и так далее дальше у нас еще применяется натяжные зажимы это прессуемые натяжные зажимы клиновые натяжные зажимы болтовые зажимы то есть болтовые зажимы состоят из корпуса и плашек то есть и натяжных элементов то есть помощью и данных элементов происходит натяжение провода и так далее то есть заводится туда вот как на рисунке слева показана и потом зажимается обжимными зажимами то есть не натягивается то есть в строгом положении нужно следующее у вас там также приз присутствует у нас натяжные натяжные зажимы то есть прессуемые натяжные зажимы то есть вот вставляется куда да этот провод и соответственно натягивается куда надо то есть присумных зажим состоят из стального анкера в котором в длина им прессовывается стальной сердечник то есть и дальше происходит зажим данного провода и он натягивается то есть то есть предыдущий зажим там просто происходит обжим с помощью спал на с помощью вот этих вот затягивающих болтов да то есть оконцевателей то То есть, соответственно, здесь у нас уже происходит просто зажим полностью ванкера. То есть, он как бы закручивается и затягивает этот способ. Следующее это у вас натяжные зажимы. То есть, это клиновые натяжные зажимы. То есть, при натяжении троса клин прижимает трос к корпусу. То есть, как бы он заводится вокруг. То есть, он входит и выходит с другой стороны. И, соответственно, крепление там и трос клин зажимает. То есть, в зависимости от того, насколько натяжение больше. затягивается все это. Следующая у нас еще одна важная часть это опоры воздушных линий, то есть классификация, характеристика опор, классификация по назначению, то есть у нас самые главные опоры это промежуточный и анкерный напор, то есть анкерные опоры у нас служат для натяжения, то есть над препятствиями, то есть допустим железная дорога там и так далее, то есть анкерный пролет, вот он показан здесь на рисунке, то есть между ними, между анкерными напорами проходят промежуточные опоры, то есть которые поддерживают провод между, то есть они не натягивают, они просто поддерживают провод, то есть вот у нас анкерные опоры, это вот у нас первая, первая, вторая и последняя, то есть первая и вторая опоры, почему расположены анкерные, потому что между ними расположена, что железная дорога. То есть пролет пересечения железной дороги, соответственно тут две у нас расположены анкерные опоры. То есть соответственно, если посмотрите внимательно, анкерные опоры, они обозначены как бы треугольниками, прыжочные опоры обозначены просто линиями. То есть соответственно что над железной дорогой у нас происходит натяжка этих двумя анкерными опорами. Потом стоит шлейф и стоят там три промежуточные опоры. Потом дальше у нас что идет? Натяжная гирлянда и идет анкерная опора то есть между ними от пролета пролетом называется расстояние между между соседними опорами то есть да соответственно если у нас препятствия дата уже соответственно у нас по-любому применяется анкерный опор если у нас как бы местность ровная да и не нужен поворот ничего такого то проберет промежуточной опоры . но не не на большое расстояние то есть допустим как грубо здесь на рисунке приставлено то есть три опоры я имею ввиду анкерная опора 3 промежуточные опоры с поддерживающими гирляндами до соответственно и потом идет еще завершает анкерная опора то есть зависимость от этого мы сейчас рассмотрели то есть различного вида линейная арматура и применяется то есть на проживительных опорах своего рода арматура да то есть поддерживающая и соответственно у нас на анкерных опорах пусть уже при применяются натяжные гирлянды которые есть то есть и классификация то есть у нас еще есть угловые опоры то есть который на углах и транспозиционные опоры то есть угловые опоры у нас применяется на поворотах то есть ответвительные опоры да то есть который когда у нас нужно ответвление от данного вида то есть переходные опоры но это все уже идет специальные опоры и транспиционной опоры, которые меняем распределение фанс. То есть у нас может быть неравномерная нагрузка по фазам, соответственно, из-за этого может появляться у нас транспозиция этих опор. То есть если посмотрите внимательно, заходит 1, 2, 3, дальше у нас идет перекрестное движение, третье, первый, второй, второй, третий, первый, первый, второй, третий. То есть эти специальные переходные опоры, это уже специальные опоры, то есть здесь, как на рисунке показано, то есть через серьезные препятствия, то есть будь то это автобан там, да, или какая-то река и так далее, то есть натяжение должно проводиться. Ну, угловые опоры на углах. Ну, ответвленные опоры, если нужно ответвление. Ну, это все специальные опоры. Классификация, фитристика опор. Классификация по расположению опор, да, то есть у нас есть распределение проводов, то есть это получается треугольное, горизонтальное, обратное и, соответственно, провода расположены бочкой, то есть у нас первые два. Первые два, это у нас какие? Это у нас без расщепленной фазы, да, то есть обратная и бочка. Обратная йока, да, и бочка, это у нас уже с расщепленной фазой, то есть у нас уже то, что применяется. Тут у нас каждая, каждая фаза расщеплена на два провода, это с обратной йолкой и бочкой, а треугольная и горизонтальная у нас имеется ввиду опоры без расщепленных фаз. Так, и классификация хранилистика опор. Классификация по количеству цепей на опоре, то есть, соответственно, вот есть у нас одноцепные, двухцепные и многоцепные. То есть, соответственно, про то, что я говорил, то есть расщепленная фаза, то есть, соответственно, у нас одна цепь, это вот одна цепь, то есть на левом рисунке, да, у нас получается вот она эта опора и у нее три провода, то есть, проходят. Здесь у нас показана какая-то промежуточная опора. То есть, если у нас двухцепные опоры, то есть, соответственно, на каждой фазе у нас по два провода. Вот они представлены. Здесь, кстати, представлена какая-то бочка. Бочка представлена двухцепна. Немногоцепные — это когда большое количество цепей применяется для данных опор. То есть, полностью это все происходит по данному принципу. И, соответственно, дальше у нас по конструкции. Они у нас одностоечные есть опоры, портальные опоры, то есть, как портал. Опоры с оттяжками. То есть, получается, оттяжки как бы держат тело опоры, то есть, как если опора на правом рисунке, да, и свободно стоящие опоры. То есть, соответственно, у нас в зависимости от напряжения, то есть, от высоты подъема. От напряжения зависит подъем провода, да, над поверхностью земли. То есть, соответственно, применяют различные виды опор, чтобы они в зависимости от местности и от климата ставятся различные виды опор. То есть, если это поворот и так далее, там, если это специальные опоры, да, то есть, через препятствия, соответственно, там уже производится дальше натяжка, которые есть. Да, и классификация еще у нас есть узкообразная и широкообразная. То есть, я еще раз повторюсь, тут в зависимости от напряжения, да, то есть, у нас применяются различные виды опор. То есть, здесь имеется в виду, где, где у нас большое напряжение, да, то есть, где или где у нас позволяет, применяются широкообразные, широкообразные, широкобазые опоры, а узкобазые применяются, где там нужно мало расстояния и нужно поставить опор. То есть, классификация по материалу. То есть, как я уже говорил, ну, деревянные у нас уходят не бытие, мы еще остались сейчас на все, там, для 6 киловольт. В основном у нас применяются железобетонные, но железобетонные, это у нас где-то применяются 35-110 киловольт, выше 110 киловольт, и применяются в основном металлические опоры. Ну, сейчас вот в Японии, в Америке начали применять новые виды опор, да, это полимерные опоры, но у нас еще и как бы нет. У нас, потому что не позволит этот климат соответствия, то есть, ну и технологии еще пока у нас нету, соответственно, она дорогая. То есть, это пока в порядке становления и так далее. То есть, и, соответственно, деревянные опоры, это основные типы. Это какая? Одностоечная промежуточная опора с треугольником расположением проводов. Нога опоры состоит из стойки 3 и пасынка 1. То есть, пасынок соединяется стойкой с двумя бандажами 2 и стальной проволоки. Пасынки могут быть деревянными и железобетонными. То есть, пасынок у нас устанавливается в землю, то есть, верхняя часть меняется. То есть, применяется стойками, то есть, с помощью двух бандажей, то есть, перекручивается деревянная опора и так далее. Следующие основные типы опор. Еще деревянные опоры. Это промежуточная опора 35-110 кВт. Представляет собой портал, имеющий две стойки с ветровыми связями, 8, раскосы и горизонтальными трависами. То есть, соответственно, вот оно представлено на рисунке. Это аналог металлической опоры, которая применяется как портального типа. Тут тоже самый принцип пасынки, то есть, который устанавливается в землю, потом с помощью бандажа привязывается. То есть, здесь уже есть, у нас было промежуточные опоры. Дома у нас малое напряжение, там одна опора, то есть, здесь уже многофункциональные. То есть, железобетонные опоры. То есть, здесь имеется в виду разные сечения опор. То есть, есть круг, буква Н, да, и, соответственно, такого наиболее экономичными являются опоры круглого профиля. То есть, вот эти опоры. То есть, железобетонные опоры бывают вот такого типа. То есть, это портальные, это портально свободно стоящие, портальные на оттяжках, портальные с внутренними металлическими связями. То есть, вот, с внутренними металлическими связями это между собой связано, на оттяжках, это там стоит натяжение, да, то есть, к земле, то есть, чтобы опоры стояли свободно, ровно. И портально свободно стоящие. И также у нас применяются одностоечные опоры. То есть это свободно стоящий, одностоечный, натяжка. Ну, еще раз повторюсь, в зависимости от типа опоры, то есть какова у нас опора, если анкерная опора, где нужно натяжение, то есть там уже посерьезнее, там может и на натяжках. То есть, а если у нас это привычная опора, то есть только на этом всем, то. И, соответственно, дальше еще металлические опоры, есть у нас еще одностоечные. Это одностоечные свободно стоящие, одностоечные на натяжках. портальные, это портальный, портальный, свободно стоящий и портальный натяжка, то есть здесь у нас уже это идут серьезные опоры, то есть это помережная опора 220 кВт, то есть напряжение уже тут 110 кВт и выше, то есть есть у нас анкерная угловая опора на 110 кВт, то есть она представлена с различными расстояниями, то есть да, схема соединения проводов, бочка на данных опора по нежуточной 220 кВт и анкерной угловой 110 кВт, также у нас есть портальный, портальный, свободно стоящий, портальный натяжка, то есть одна цепная натяжка на 500 кВт, на 1150 кВт у нас идет уже серьезная опора, то есть во-первых идет у нас не только оттяжки, да, во-первых идут грозозащитные тросы и провода разведены на различное расстояние, то есть соответственно еще раз повторюсь, чем больше напряжение, тем соответственно должно быть выше висеть провод над поверхностью земли, это первое, и второе, дальше должны быть разведены фазы между собой, то есть есть предельное минимальное расстояние, которое расположение между фазами проводов. Опоры воздушных лэп, то есть опоры из композитных материалов, то есть это вот композитная опора, про то, что я говорил, как она выполнила исполнения наклонений и ecvозка композитных опор, то есть опоры воздушных линий, то есть проеลекты лэп с опорами из композитных материалов, то есть сейчас вот есть, то есть композитным материалом, то есть как из полимера, и атмосферные воздействия на воздушные линии это гололед, это виды гололедных изморозе образования, То есть это и не кристаллическая изморозь, это зернистая изморозь, это гололед, это мокрый снег. То есть методы борьбы с гололедными образованиями. Это пассивные методы, то есть не применяются воздушные линии с вертикальным расположением проводов. Применение композитных проводов, повышенная прочность и установка опор через небольшие интервалы. И активные методы это плавка электрическим током, механические способы, используемые в гидрофолме покрытий, скин-эффекты и бегущие волны. Так, и следующая, плавка гололеда электрическим током. Схема плавки гололеда переменна током искусственного короткого замыкания, то есть переставленного, то есть с помощью чего плавится ток. И принципиальная схема плавки гололеда с выпрямленным током, то есть ориентировочные величины тока в плавке гололеда приведены, то есть слева приведены марки проводов, дальше у нас приведены токи плавки и ток предупреждения. атмосферные воздействия то есть механические способы борьбы с голодом это получается роботы специальные применяется у робот line scope роботы плане то есть они запускают и они срезают гололед который есть и соответственно используя гидрофобных покрытий то есть специальные покрытия которые которых не дает образоваться образовываться гололед то есть также еще у нас есть вибрация проводов то есть узел пущность на и двойная амплитуда то есть установка виброгасители проводятся в данном случае так дальше у нас еще такое понятие как пляска проводов то есть установка гасителей пляски тут соответственно возникает вот они представлены на рисунке то есть соответственно когда у нас есть пляска проводов устанавливается гасители и маленькие пляски и кабельные линии то есть видоизоляции кабельных линий, то есть это есть у нас кабели с бумажно-пропитной изоляцией, кабели с поливинил-флоридной изоляцией, кабели с сшитой полиэтиленовой изоляцией, то есть они поставлены на рисунке. То есть кабели с SPV-изоляцией, то есть использование SPV-кабелей в мире США 85%, в Германии, в Дании 95%, в Японии, Франции 100%, в России 5%. Конструкция кабеля с изоляцией сшитого полиэтилена приставленного на SARE. То есть первое это круглой или мельминий обладchio ноженок, второе это экран по жили-полу проводящему материалу, третье изоляция сшитого полиэтилена, четвертое это экран по изоляции проводящего покрытия, пятый это слой водоблокирующей ленты, шестое экран из генеров провокола со спиральным поемом медной лентой, седьмое это разделительная лента и оболочка из полиэтилена или ПВХ, не распространяющего горения, восьмое это разделительный слой и девятая оболочка из полиэтилена или пвх пластика то есть кабели высокого напряжения тут уже используется газонаполненный кабель или масло наполненный кабель маркировка силовых кабелей у нас представлен на данном слайде то есть буквы да то есть первая буква обозначает какой кабель из какого материала то есть а это алюминий 2 это материал оболочки 2 и 3 буква и 4 это защитное покрытие то есть примеры маркировки это а а б то есть допустим что это у нас алюминиевый кабель материалы алюминия алюминий до бронированный и соответственно сечением сечением 3 на 95 то есть вот различные виды кабелей вопросы для самоконтроля что такое энергетическая система виды проводов виды опор виды арматуры виды кабеля атмосферные воздействия на воздушные линии на данном слайде представлен список рекомендуемой литературы для дальнейшего глубинного изучения данного материала на этом лекция окончена благодарю за внимание до свидания